На Колыму с рабочим визитом прибыл заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский. В региональном правительстве он провел совещание. Говорили о нарушениях антимонопольного законодательства и разработке стандартов конкурентоспособности. За последние три года в Магаданской области ФАС рассмотрело около 40 заявлений о нарушениях, возбуждено 6 уголовных дел. Среди них такие, как передача муниципального имущества без необходимых процедур, наделение бюджетного учреждения функциями органа местного самоуправления, закупки без проведения аукционов. Региональный ФАС проверяет также частные предприятия, ежегодная выручка которых превышает 400 миллионов рублей. За последние четыре года свои условия диктовали такие компании, как морской торговый порт, в котором за хранение грузов брали плату в 10 раз превышающую тариф. Аэрофлюс заправлял самолеты по завышенным ценам на топливо. Аэрофлот перевозит грузы в направлении Москва-Магадан по завышенному тарифу. Магаданский филиал Ростелекома отличился больше всех. При средней рентабельности по отрасли 18,2%, рентабельность Ростелекома измеряемых в тысячах процентов, просто недопустимо. На сегодняшний день ситуация по этому делу еще будет рассматриваться в судебном порядке. Решение нашего телоуправления оспаривается. Но будем добиваться и отстаять свою позицию. Стандарты конкурентоспособности на Колыме войдут в дорожную карту, рассчитанную на три года. Ее должны составить не позднее 1 января 2019 года. Естественно, нужно посмотреть, какие факторы этой монополизации сдерживают элементы развития по энергетическому обеспечению, по обеспечению ресурсами, теми же нефтепродуктами. Если происходит ситуация, когда регионы ставятся в неравные условия, даже в рамках Дальнего Востока, конечно, здесь должны быть четкие меры антимонопольного реагирования на такие факты. И сейчас, по фактам, выявляемым по признакам нарушения, конечно, мы должны с точки зрения антимонопольного органа тоже эффективно отрабатывать для того, чтобы регионы находились в равных условиях. Второй день рабочего визита в Магаданскую область Сергей Пузыревский планирует посетить открытое заседание Общественно-консультативного совета при Магаданском УФАС России. Его участники будут говорить о текущей ситуации в регионе.